Всем привет, друзья! С вами Аверпер Геймс и сегодня у нас в гостях боец с ником Кашалот Ван. Играет он, как по мне, на довольно-таки странном ТТ 7 уровня. Это Лупус. Я его в рандоме практически вообще не вижу. Я лично на нем сам не играл ни разу, друзья. И против него я тоже, представьте себе, ни разу не попадал. Поэтому, ну, мне кажется, что это, если уж не самый, то один из самых редких-редких танков в рандоме. Посмотрите на его просто огроменный дрын. Я не знаю, какая плюха оттуда должна вылетать, но, на мой взгляд, выглядит все это достаточно устрашающе. Но, да ладно. Посмотрим вообще, что этот танчик нам сегодня продемонстрирует. И, конечно же, друзья, поддерживайте этот выпуск лайком, если вообще хотите, чтобы на канале выходили не только высокоуровневые побоища, но и такие вот побоища на 7, может быть, даже 6 и 5 уровнях. И, конечно же, для тех, кто хочет поддержать мой канал и получить взамен эксклюзивный контент, то в описании есть ссылка на бусте. Ну, да ладно. Тем временем мы видим, что наш боец уже подъехал на такую вот позицию для отстрела полевиков. Выдал первый выстрел по Т-34-85 с поджогом, но, к сожалению, вторая плюха не залетает. Счет тем временем становится 0-2. Естественно, не в нашу пользу. Кстати, обратите внимание, насколько просто безумная КД у этого Люпуса. 14 секунд. А вот по Альфе, честно говоря, я пока понять ничего не могу. Вроде бы вылетает неплохо, но, судя по КД, я думал, что там будет вылетать по 500-600. Надо будет вообще глянуть после этого побоища ТТХ данной вот этой вот шайтан-машины, потому что выглядит все это действительно очень монструозно, но, по крайней мере, по огневой мощи пока что никакой монструозности я здесь не вижу. Хотя посмотрим, что будет дальше. Тем более, что в этом побоище происходит турбач и возможности для раскрытия потенциала этой шайтан-машины будет предостаточно. В общем, счет уже 1-4 нашего бойца здесь пытается как-то щемануть Тайп-58. К нему также подъезжает Кунзо Панзер, который фугасом в борт получает на 528. Да, альфа, конечно, неплохая, но это был фугас. В общем, Кунзо Панзер шотный, закатывает в кормушку. Возможно, он вторанится, но нет. К сожалению, мои надежды не оправдались. Но, в любом случае, этот негодник улетел в ангар, счет становится уже 2-5. То есть, нашего бойца реально окружают со всех сторон. Сзади так под шумочек решил выкатить КВ-2, но наш боец держит его на контроле. Хотя, вроде бы как уже и не держит. Вот это глянь, что он решил. Он решил просто закатить в поле. Попороться в этого несчастного Т-34-85 и, наконец-то, минусануть этого недобитка. Теперь надо как-то успевать закатывать в сушечку, минусовать ее. А Т-34-85, бедняга, недоволен тем, как сложилась его судьба в этом побоище. Ой-ой-ой, противники уже закатывают сзади. И ты вот обрати внимание, сколько урона Люпус танкует кормушкой. Итак, минус СУ-152, теперь бы как-то успеть заминусовать КВ-2, который что-то там тщательно-тщательно выцеливает, но в итоге дает непробитие голдой. Надо его как-то срочно минусовать, благо ХП у него не так уж много. Хорош. Минус КВ-2. И вот обрати внимание, снова Тайп-58 дает непробитие по корме этого Люпуса. Мне прям стало безумно интересно глянуть на его броню, ну а тем временем Тайп совершает, я не знаю, как это назвать, наверное, самовыпил что ли. Немножко парнишка, видимо, не справился с управлением и улетел в ангар. В общем, по броне, судя по всему, у этой Тачилы все, наверное, очень даже неплохо. Хотя, опять же, надо посмотреть на него в прицел, потому что, действительно, после этого побоя сейчас стало интересно. Неужели он такой бронированный, что его вот так вот даже по корме частенько не пробивают? И так, хорош, залетает на 300 по АМХу, ну на 300 с плюсом. АМХ мог бы закатывать, на самом деле у АМХа просто сумасшедший ДПМ, он по ДПМу мог бы сейчас разбирать нашего Люпуса. Ну, естественно, если бы пробивал, опять же, я не знаю, что там по броне у этого монстра, может быть, АМХ, уже насмотревшись на него в свой прицел, решил, что закатывать в него вот так вот в наглую не стоит. Вообще, пишите в комментариях, кто знает за этот танк, кто шарит, может, у кого-то он есть, но АМХ с тем временем на адреналине пытается как-то закатить. Смотри, все, выцеливает, выцеливает и не решается стрелять. Опа, все-таки пробил, интересно, куда? В НЛД, походу. Но до конца этого побоища есть еще 2,5 минуты практически, то есть можно как-то еще разыгрывать, можно никуда не спешить, не упарываться, но мне кажется, что надо просто сейчас закатывать и минусовать этого АМХ. АМХ, видимо, понял, что скоро ему придет хана, начал сдавать назад. Главное сейчас это не упороться, все-таки время есть. Можно вот так вот потихонечку как-то повыкатывать, попримериться, поприцелиться. Это, как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь. В общем, происходят такие вот позиционные гляделки. АМХ выкатывает, закатывает. Наш боец стоит, просто зацелил его. Вот, наконец-то, КВ-2 догорел, пропал его огонек. Теперь будет попроще выцеливать. Да, хорош. Все-таки выцелил он башню и отправил этого негодника в ангар. В общем-то, друзья, вот такая вот бойня на, ну, по-моему, вообще мало кому известном танке Люпус. Опять же, не знаю, я вообще не вижу этот танк в рандоме. Ну, пару раз, может быть, за все время он попадал. И то за меня. То есть я сам никогда не наблюдал его в свой прицел. И как-то так получилось, что я даже и не осведомлен его ТТХ. То есть я совершенно не знаю. Но подозреваю, что теперь уже, вот, глядя на этот реплей, я подозреваю, что там стоит ИСовский деструктор из орудия. И какая-то такая вот странная броня, что кормушкой он танкует. Ну, действительно танкует. Вы видели, он, по-моему, 3 или 4 выстрела танканул просто кормой. Хотя, опять же, надо смотреть на него прицел. В идеале, конечно, еще и обкатать. Ну, а вот у нас статистика всех участников этого побои. Вы видите, что ребята достаточно опытные. У всех большое количество боев. Ну, то есть, в целом, нельзя сказать, что он... Ого, 121... Нифига себе, 121 тысячу накатал, чувак. В общем, нельзя сказать, что наш Люпус играл против каких-то новичков или, там, я не знаю, каких-то раков. Ну, а на этом у меня все, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Опять же, если хотите меня поддержать, то ссылка в описании есть на Бусте. И всем пока.